Всем здравия! Вы находитесь на канале Братьев Приходько. У меня уже третий день пребывания в Оркуте. Каждый день ждали промысловиков. Вчера съездили на речку Оркута, погуляли, посмотрели красоты, рыбы не поймали. И вчера вечером уже, довольно-таки поздно, приехали промысловики. Ну это я их так называю промысловики. Выключу свой завтрак. Решил встать пораньше немножко, приготовить себе завтрак и надо будет часиков в девять уже приехать в гараж к ребятам, пообщаться с ними, насчет всего этого заезда, всех этих планов дальнейших. Узнать, что ли будет, когда ли будет, получится ли что-то в этом году, не в этом году. Есть не очень хорошая информация, что вторая волна карантина будет, так что я не знаю, в этом году у меня что-то получится или не получится. В Оркуте аномальное лето, жарко, реки обмелели, рыба вся ушла, поэтому как раз-таки только дальние рыбалки приносят результаты серьезные, как говорится. По поводу промысловиков. Ну это, в общем, я их так называю промысловиками, потому что считаю, что люди, которые рыбачат серьезно, ездят далеко, надолго, это все-таки уже не рыбаки, а промысел. То есть не то, что там как-то на государство или еще что-то, люди сами на себя работают, выживают, как говорится, как могут. Поэтому, скажем так, в кавычках, не в кавычках, или лучше, скажем, не в кавычках, а по-старорусски, поисконно русски, это промысловики. И поэтому давайте будем относиться к ним именно так. Я думаю, будет встреча. Вчера успел с Дед Витей поговорить. Дед Витя вроде не против сняться на камеру, пообщаться на камеру. Поэтому еще один этап преодолели, а то я сильно переживал вообще, захотят ли они эти вот съемки, попадать в эти кадры, что-то там рассказывать, объяснять. Ну, не каждый может выдержать камеру. В общем, я сейчас завтракаю, звоню Саше, и мы выдвигаемся в гараж для общения. Глядишь, все получится. Добавился до гаражи. Сейчас потихоньку вам покажу, пообщаемся и, в общем, все сами вместе со мной увидите. Тру активности печатали. В общем, я уже узнаю, что-то, я вас попал, в общем, это, салазилы. В общем, салазилы, макерденец, я бы и она разговаривала кофемин How to have to learn the Lad. В общем, что-то время, не такое разработка. Что-то время также произвели. В общем, наверное, салазилы. Но если мы поедем как-то еще больше. Вот он-таки, я уже читала, он тоже. может быть и нет его скоро мы должны выгонят посмотрим его чуть-чуть в свете ту света здесь мало газон газушка простонародье не знаю что же движок потом спрошу сети 60 я уже посмотрел то есть довольно таки не маленький рабочий инструмент это стоит мотоцикл минск это я его собрал деду вектор сергеевич привет ну как поездка я тебя вчера видео как-то вываливался сколько вы часов вчера в пути были 13 14 это в условии то что дорога хорошая была а так бы перлеском 18 вот это да в общем пока не буду мешать как по освободитесь потом посидим пообщаемся дорога хорошая блага я видел вчера как ребята приехали после этой дороги хороший еле вывалились как из танка вот по моему сейчас выгонять будут уже до отмыться от грязи до отмыться от грязи до отмыться до отмыться Продолжение следует... 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 тут еще и шплинтовать надо по-своему как-то на встречу чтобы он на встречу не разгибал что заводимся один туда а нахуя ты откусил да он там длин поехали оп оп прогонный пальчик руками вытащи чтобы не двигались Поехали назад Поехали назад Поехали А я другого одежда Все, назад? Да Это мягко сказано Мы только здесь, которые четыре мотоцикла Здесь корички с дедом всегда прикалываются Как-то У нас на канале видео есть В контакте есть Поехали на рыбалку А дедом спали в детьихоте А вот дедом селился давно Ну что ты думаешь? Деда я на ночь под подушку Дед коричка взял с утра и успел Дед ходит хмурной Молчит Я говорю, дед, что хмурной? Ветер ржет Дед Сволочь Зубы отдай Вот они друг на дружке прикалываются постоянно Так они, наверное, самого там юношества знакомого Да, они очень знакомые Видите, челюсть у него спер И все, дед ходит хмурый без зуба Хмурый без зубы Хмурый без зубы Хмурый без зубы Помнишь, как в прошлую воду я вас забирал с Игорем? Волк и его забирали Когда залило, виск это Уже елка 6-ти по металлу Вот так вот, блядь Ветер на Здесь Хмурый без зубы Ветер ноги Здесь Ветер на Соломи Ветер на Вон какой-то короткий мне достал Тупал туда, а? Давай, чуть руками дерну, так проще будет Ты колесо не оторви так Все, я вычистил, теперь звездочку Бойся Батя, обуваемся Все Они нас вот так оставили, зимой потом долбали, как ворона мороженое этот самый Поленились сразу помыть? Все надо? Да, надо все своевременно делать, тем более с такой техникой Тебе сколько рыбы надо? Нет, дед, так не пойдет Нет, конечно надо Понимаешь? Я коробуху и гомон отправляю Во, вот видишь? Коробуху надо Коробуху какой тебе надо? Всякой А? Ну белый там хореусов будет Ну белый хореусов, щуки положим тебе Без царяш не будешь ты делить? А я вообще делить не буду Тогда я поделю Ты дели Нет, пофиг Сарь на дереве А тогда ходите и галкайте сколько Сарь на дереве Он будет под плащат Как всегда он в дорогу Надо без меня И при тебе будет кидать Не будет Морожей хватит, блин Не А там еще озеро не высохло Ну смотри там что-то это по ходу Осаку, блин Там андат развелась Мандат, да? О, блин Я смотрю лошака поход за на это Андатор, андатор Андатор Домашнее животное Ну а что ты Будет ходить зимой в баню греться В домике будет сушиться Воды нету, смотри вся вода высыпает Да вообще блин Вот так не хватает Тихи разницы Ну Нигде лады нет Да А что-то Волк Ты про дожди говори Не обещано Да что тут на дождь три капли если когда капает Вы нашли кому верить Гидрометцентру то Тех всю жизнь обещает Ничего не получается А сейчас еще к ним интернет прилип И все И еще больше обещать стали Водопад Водопад Все по-хорошему Пофе сделайте А что Я тебе могу Задавлю Вот так когда-нибудь Один каток уже Пострадавший чуток Да Вот этот каток Они уже знаешь сколько пострадали Сколько их выходили Это просто Это просто Сказка А сейчас наверное уже и не найти толком Да Таких Катков Есть да 15 тысяч Пожалуйста Не вопрос вообще Вот Сейчас Затем Размешиваем Подрегулируем Напор Регулируй Подрегулируй Напор Сперед Подрегулируй Сперед 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 Чья шапка Угадай! О, блядь, нога моя ещё там... Смотри, ты свои прибамбасы, где я? Звучит лимоно! Мы-то, ну, зверю, зверю... Угадай! Зверю... Звучит лимоно! Зверю! 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 Солом 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 Ну ладно тебе это Солом Солом На 8 ключ Да так хуяль вылетят лище все на команда нацепили тут всякой частенький как новость 42 вот он чистюля нет какого года он получается тогда 85 года выпуска и все как часики работают 600 верст охренеть кто думал это я пока продумал так на нее вообще запчасти еще можно найти а тракт сколько стоит один один тракт 3000 400 рублей палец охренеть если официально брать сейчас допустим для себя игрушка то не дешевая по дороже крузака обойдется раза три на на четыреста пятьдесят пятьдесят четыреста пятьдесят четыреста четыреста пятьдесят на ходовую тупо плюс копки даже по 10 считай 12 катков 120 тысяч а у меня сейчас знаешь сердце кровель обливается я черметом много занимаюсь лет и вот так вот таких траков знаешь сколько я ушел увез на переплавку новые гусянки находил в сборе почти что ну блин не тронутые в тайге валяются скинули или чё или как или запас не увезли раньше сам знаешь вот эти сссеровские времена у бросили поехали буровую просверлили газ нашли она бросили катки вот такие вот вот пром новые были а резину не берут обжигать надо было мы еще ему вдохались представляешь портили получается на выходе до чтобы сдать это в какую-то сраную копейку соловей я сейчас вот так смотрю на него что-то если найду так понятное дело уже отложил транспортной компании вам сюда за гене же еще на запах рыбы пришла просто рот я вот увидел каток и вспомнил как мы находили в тайге эти катки вот он убит убит ее выпало стоит 15000 ну как считается да ну по факту это конечно бы его поменять ну вот новенькие стоят видно и вот я вот в таком состоянии находил на приемке не берут надо взять обжечь его еще мудохаешься с ним за лоской не одной ступицы ступицы то видели это уже усиленный все вываренные старые варены новый под мощный подшипник подшипники тоже бы написать было на бумажке какие надо мало ли чё я где-то там найду не найду не знаю может людям вопрос зададим а чтобы его варить новую ступицу столько мороки надо вычислять вымерять вырезать подгонять у них получите этот большие это уже новую идут большими накладный да накладно зато какой мощное колесо не так гусянка против колеса как куда ну вот и я люблю такие места а чё мерзлота уже тут отходит да потихоньку тут тоже лет это жарко пиздец но я говорю отходит потихоньку те когда ездили летом вот осенью ехали так еще слышно мерзлота в дубасе в прошлый год ехали так рубили мерзлоту блять уперлись нахуй жопа в один краю уперлась а морда в другой топорами рубали полночи блять капица хорошо донкрат был мерзлоту уперли в ту сторону я поднял еще рейки по дороге с пиздью потому что с собой же ничего не берем доску подложить под донкрат она шо ходит и деньги на говно на нем да так рейк с пиздью ну красиво а там блять цены им не было нахуй донкрат перехватить рейку отпилил подставил колется но все блять выдолбили нахуй выехали блять так вообще много лет ездите считай жизнь четверть жизнь да серьезно два раза в год весной до осени зимой поедешь по целикам скоро ананасы расти в тундре будут они как раз растут по земле блять морожка чего я там за доме ходить по новой морожка цветет ни хрена второй раз ну так ясно делаю со дня на день замок ой ёпта что мне мешать а ну стоп стоп да что мы а а а а а а а а кистили отдыхать поехал Хорош, поработал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.